Новый льготный режим. Обновленная редакция налогового кодекса предусматривает отмену единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. О новой льготных режимах, а также сроках перехода в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Упрощенная система налогообложения – самый распространенный из специальных налоговых режимов, перейти на который смогут индивидуальные предприниматели и организации в добровольном порядке с 1 января 2021 года. В Федеральной налоговой службе на сегодняшний день разработан специальный информационный ресурс, называется «Выбор подходящего режима налогообложения». И в зависимости от категории от налогоплательщика, это индивидуальный предприниматель или организация, каждый налогоплательщик может определить для себя и выбрать новый режим налогообложения. Главные критерии и принципы выбора – это объем выручки от своей деятельности и количество налогоплательщиков. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящий налоговый режим – упрощенную систему налогообложения «Доход», «Доход минус расход» или «Патентную систему». Заявление о переходе необходимо подать не позднее 30 декабря 2020 года. Стоит обратить внимание налогоплательщиков. Если налогоплательщик не выберет самостоятельно новый для себя режим налогообложения, то он рискует перейти автоматически на общую систему налогообложения. Этот риск связан с тем, что общая система налогообложения предполагает исчисление всех видов налогов – федеральных, региональных и местных, установленных нашим налоговым кодексом. В том числе введение бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности в отношении налога на добавленную стоимость. Добавлю. Выбрать альтернативный режим налогообложения можно на официальном сайте налоговой службы через личный кабинет. Если не подходит ни один из специальных налоговых режимов, то автоматически будет выбрана общая система налогообложения.